МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго вечера. С Днем Победы. 67 лет назад, совсем недавно, казалось бы, вчера, пал окончательно нацистский режим в Германии. Нацистский режим за годы войны унес 50 миллионов жизней в мире и 27 миллионов на территории Советского Союза. Мы посмотрим иначе, немножко с другого ракурса. На вот эту 67-ю годовщину Победы. 27 апреля в украинский прокат вышел фильм российского режиссера Андрея Малюкова «Матч». Картина, главные роли в которой сыграли Сергей Безруков и Елизавета Боярская, была поставлена к 70-летию матча смерти, который состоялся в Киеве. Это тоже спорный вопрос, но будем считать, что состоялся 9 августа 42-го года. Фильм Андрея Малюкова стал в Украине объектом пристального внимания еще до выхода на широкие экраны. Компания-дистрибьютор с трудом получила прокатное удостоверение. Из-за неоднозначности фильма экспертная комиссия государственного кино продлила срок рассмотрения заявки от стандартных 10 дней до 25. Часть экспертов считала, что фильм может способствовать разжиганию межэтнической вражды, пропагандировать фашизм и унижать нацию украинскую. Все украинские объединения «Свобода», молодежный народный рух Украины, гражданское движение «Опора» и другие выступили против показа в Украине фильма «Матч». Несмотря на это, 20 апреля Госкино выдало прокатное удостоверение к картине. Такое решение поддержало 11 экспертов, 8 высказались против. Наша аудитория, рожденная в Украине, ребята, которым 18-19-20 лет, и частные предприниматели, то есть средний класс, люди вообще-то, которые ходят в кино. Вот им посчастливилось сегодня, до начала нашей программы, они смогли первыми в стране фильм посмотреть. Поэтому все, что они будут оценивать в нашей студии, они будут это делать со знанием, потому что они фильм, как повторюсь, видели. Итак, очень быстро некоторые сцены, которые отражают канву фильма. 19 сентября 1941 года немецкие войска вошли в Киев. Наша студия сегодня, в ней вы видите плакаты и фотографии, вот как раз это оккупированный Киев. Итак, нацисты вошли в Киев, и вот как это показано в фильме «Матч». Что он говорит? Он думает, что говорит по-немецки, но он старается. Здесь воубоку, как в другом месте, легативно обранный на заседании міського проводу ОУН, запомняю вас. Мы не понимаем вас, говорите по-русски. Значит, по сценарию, некоторые игроки киевского «Динамо» после начала войны попали в плен и в Дарницкий лагерь под Киевом. Еще один фармен. Ну что, давай, Андрюх, давай. Давай еще. Давай, Андрюх. Выше. Давай. Добинались. Сейчас всех положат вместе со зрителями. Цык! Назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Молодец. По версии создателей фильма «Матч» перед футбольным поединком, который сейчас называется «Матчем смерти» и состоялся 9 августа 1942 года, фашисты пообещали уничтожить игроков команды «Старт», если они выиграют у команды «Флакэльф». Мне кажется, для вас не заставить труда достойно проиграть. Вы должны пропустить, сколько скажем. Если не смогу пропустить, что тогда? У меня это же непроизводно получается. Если я не могу, я не могу, я не могу. Эта альтернатива простая. Альтернатива простая. Никто из ваших участников команды не остается в живых до конца войны. А конец рядом. Не за горами. Мы сейчас возьмем Сталинград и победим. Они не умрут, как герои. Мы будем убивать одного за другим, и смерть их не будет иметь ничего общего с этим футбольным матчем. У нас в студии Остап Ступко, народный артист Украины. Он в фильме сыграл очень яркую роль. Александр Кобзарь, украинский актер, исполнитель роли футболиста Георгия Шевцова в фильме. АПЛОДИСМЕНТЫ Тимофей Сергейцев, продюсер и автор сценария фильма «Матч». Илья Неретин, продюсер фильма. Дмитрий Куликов, также продюсер фильма. АПЛОДИСМЕНТЫ Александр Игнатуша, украинский актер, который отказался сниматься в фильме «Матч». Рядом с ним Вадим Карасев. АПЛОДИСМЕНТЫ Дэви Аркадьев, журналист, писатель, который много лет своей жизни посвятил как раз изучению вопроса, был ли «Матч смерти», а если был, то каким он был. АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир Шинкарук, писатель, автор книги о «Матче смерти», тренер. АПЛОДИСМЕНТЫ А дальше люди, которых вы всех очень неплохо знаете. Ну, во-первых, Наталья Королевская. АПЛОДИСМЕНТЫ Рядом Вадим Рабинович, президент всеукраинского еврейского конгресса. Андрей Порубий. АПЛОДИСМЕНТЫ Тарас Черновил. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И Леонид Грач. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей Ильенко. АПЛОДИСМЕНТЫ И Вадим Тависниченко. АПЛОДИСМЕНТЫ И у меня к Тимофею Сергееву сразу вопрос. Как родилась идея фильма и сценария вот такого? Идея фильма появилась давно. Ну, в 99-м году мы делали для себя такую работу документальную Украина и украинцы. Пытаясь ответить на вопрос, насколько целостна Украина. И что вообще ее собирает в страну. Ну, фильм не вышел. Хотя планировалось его показать по украинскому телевидению. У нас есть в архиве. Мы искали в том числе... Они показали тоже по идеологическим причинам? Я не знаю. Но это так, это просто вопрос... Ну, я могу сказать, что тогдашним президенту, который его увидел, фильм не понравился. Он очень расстроился. Ну, так было. Я полагаю, это Виктор Юшенко, вы имеете в виду? Нет, нет, нет. В 99-м году. А, так это Леонид Кучев. В 99-м году. Довольно проблемное получалось такое документальное произведение. Оно из интервью состоит. Мы ездили по всей стране. А параллельно мы размышляли над тем, какие события в истории ну, как-то дают целостный образ человека, который живет и умирает здесь. И снова живет потом. И вот мы вспомнили об этом событии, что было такое событие. Могу сказать сразу, что мы не подвергаем сомнению сам факт. Матча смерти. Ну, да, конечно. Если кто-то хочет сказать, что этого не было, ну, пусть он говорит, аргументирует. Думаю, что это не очень продуктивно будет, в принципе, потому что событие было, конечно же. По крайней мере, мы из этого исходим, мы в это верим, и давайте так скажем, что я верю в то, что это событие было. Раз уже так, можно я вас тогда на минуту или две прерву, раз вы уже сказали, мы верили, что это событие было. Ну да. Я попрошу Дэви Аркадьева дать свой комментарий на тему матча смерти, да, и Владимира Шинкарюка. Во-первых, я благодарен и Господу Богу, и судьбе, которые меня все время вот сводили с людьми, и буквально в 2005 году я получил презент от Владимира Ильича Пристайка, земля ему пухом уже, но это человек ученого склада, проработавший в свое время и в КГБ, и в СБУ, который издал в 2005 году книгу «Чебуф. Матч смерти». И самое главное здесь документы свитчат. Я процитирую буквально три строчки, человека, который достаточно хорошо известен не только в Украине. Это Семен Глузман. Вместо послесловия «Зачем нам в 2005 году такая далекая от нас правда? К чему нам еще один разбитый в дребезги сосуд советской эпохи?» Ответ прост. «Мы, украинцы, учимся жить в свободе, а мифами защищают свой быт и свой мир лишь малые дети и рабы». Но это идеология, да? А реально, а факт? А факт заключается в том, что здесь, в этих документах, тоже есть документы, которые были исследованы начиная с 1943 года, с первых допросов. Факт заключается в том, что в оккупированном Киеве было 11 матчей. И матча смерти как такового не было, потому что после 9 августа был еще матч 16 августа. Но мы же не... А кто играл? Играла команда «Старт» во всех матчах? Команда играла «Старт» и команда, которая называлась команда украинской полиции «Рух». Был во время войны «Рух». Но кроме того... Но не все 11 матчей же играли, они друг против друга. Нет, конечно нет. Они играли с немецкими частями, они играли с венграми, они играли между собой. И кроме того, я думаю, тем, кто не знает, интересно будет узнать, что в оккупированной Одессе было две команды футбольной «Глория» и «Виктория», которые тоже играли. И однажды между собой должны были встретиться команда «Старт» и Николай Трусевич земляем упухом. И я преклоняюсь перед талантом Безрукова. По-моему, он сыграл блестяще Трусевича. Да, вот это такое веселое одессит, так сказать. Я должен сказать, что Николай Трусевич работал вместе с моим отцом на одном хлебзаводе в пекарне пекарями. И потом Трусевич пошел в футбол, отец в бокс. И более того, с дочкой Трусевича я однажды свела судьба встретиться в Балтиморе. У него внучка живет в Балтиморе. И Трусевич хотел организовать матч в Одессе между стартом и одной из одесских команд. Они собрались, договорились с машинистом, что их повезут. Но Трусевич, как мне рассказывали участники, а мне приходилось беседовать буквально со всеми, кто выжил в этих матчах, они сказали, Коля выпил, не пришел, и мы не поехали в Одессу. Ну, 11 матчей было, как в фильме, в принципе, в фильме это тоже все показано, что были разные. Да, 11 матчей Но выиграете, но не было одного конкретного матча смерти. Не было. И я вам должен привести просто фотографии. Ну, это же, ну, хорошо. Фотографии, короткий сюжет, я потом еще, если будет возможно, скажу о Швецове, потому что мне не понравился его образ в фильме, но вот... Вот вам, пожалуйста. Не понравился. Он в жизни, мне пришлось его опекать последние его годы жизни, когда ему было уже за 90. Он был одиноким человеком. Его хоронили буквально 5 человек. И перебирая его фотографии, я потом покажу его альбомы, что это был за человек. Представитель интеллигенции, образованнейший, владевший немецким языком, осужденный на 15 лет за сотрудничество с немцем, потому что дворнику захотелось въехать в его квартиру. Потом ему дали 10 лет, а потом в 96-м году его посмертно реабилитировали. Так вот, одна из фотографий, когда я был у него, перерывался, вот фотография, и я говорю, что это такое? и Швецов улыбаясь чуть-чуть, Георгий Дмитриевич говорит, это же ваш матч смерти, вот они, вот немцы, вот мы, вот говорит, вот они все назвал поименно. Вот это один просто из фактов. Таких фактов много. Владимир Шинкаруп. Ви назвали термін матч смерти. Цей термін появился значно позже. Его стали використовувати в радянские часы. После того, как сняли фильм «Третий тайм», цей термін стал появляться в прессе. До того, его называли между собой только те люди, которые были участниками або святками. Я спілкувался с многими участниками матча, особенно с Макаром Гончаренко, которому удалось жить и дожить до глубоких лет. И спілкувался с теми, кто был на матче. Был режиссером и ведущим свята, великого свята, 9 серпня 2002 года, присвященного 60-летию матча смерти. Но до сегодняшнего дня установить, если это матч смерти, а потом была помста за реванш, сегодня мы не можем, документов нет. Что мы за крадежку, иншого за саботаж, забрали в Бабин яр. И там они были долгое время, четыре расстреляли, шестью удалось втекти. В радянские часы, в 64-м році сделали исследование на уровне очень высокого спецслужбы. Четырех расстрелянных нагородили медалью за удаляем. И другим шестью, которым удалось в тот час вижить, вручили медаль за боевые заслуги. Я, посилаючись на эти разведки, вважаю, что в фильме патриотизм и спорт втек. На его месте звичайная любовная интрига. Любовь учительки немецкой мови до футболиста в Під час Великой Ветчизненной войны в захопленном Киеве. И остальное про Безрукова. Близкучий актор, геніальный актор. Но посмотрите на фотографии Трусевича. По факту воротари они по факту отличаются. Безрукова програют в взрослые значительно. И это меня как человек, который знает про футбол и я смотрю как смехается Вадим Рабинович он с мной согласен. Но в нас и тогда и в наш час воротари были значительно выше. Хорошо. Значит я хочу дать слово сейчас продюсерам все же потому что вот мы более-менее рассказали. В целом мы не расходимся с тем что сказали. Тем более что книга Пристайка действительно была нашей настольной книгой. Я хотел бы ему поклониться потому что человек сделал большую историческую работу. Он собрал документы и мы в нашем фильме и в сценарии ни на шаг от этих документов не отходили. Мы следовали этим документам. Там нет ничего придуманного. Значит название Мать Смерти придумал Лев Кассиль еще в 44-м году когда Киев только был освобожден в первой статье. Поэтому не позже в советское время а сразу после освобождения Киева появился этот термин Мать Смерти и вся идеологическая компонента появилась сразу после освобождения. Теперь да действительно 11 матчей сыграли из них были только два с рухом остальные против немецких команд. Да действительно всех их арестовали кстати заразные вещи но почему-то в одном месте. 18 августа арест произошел на этом хлебозаводе где они работали. То есть приехали гестаповцы прямо туда и всех заразные вещи в одном месте арестовали. Как-то это несколько на мой взгляд странно. Через неделю после этого матча. Но дело можно спорить о фактических нюансах. Но я бы хотел чтобы мы понимали одно. В оккупированном Киеве где работает фабрика смерти под названием Боби-Яр там уже к тому времени расстреляли около 100 тысяч людей и каждый день расстреливали еще. В этом вот городе немцы рвутся к Сталинграду и вопрос о том выстоит ли СССР стоит ребром да все знают что такое Сталинград и все знают что там решалась судьба войны. И в это время динамовцы выходят на футбол с немецкими командами и все выигрывают общий счет 56-12. Им за эти победы дополнительный паек немцы не выдавали. Обратите внимание вот на этой афише написано матч-реванш это значит что немцы ставили цель обязательно отыграться и наши в этом мероприятии не дают им реализовать эту цель. Им что за это должны были медали немецкие выдача? Илья пожалуйста вот есть одна один плакат на котором написано просто старт флагель а вот на этом плакате написано в усиленном составе то есть что показывает что для немцев этот матч был сильно важен. Я бы закончил вот это как-то сместилось во первых в фильме ни в сценарии нигде нет термина матч смерти фильм называется матч надеюсь на то что матч был спорить никто не будет вот давайте ну так есть флагаты теперь это на совести там Льва Кассиля и всех кто пользовался этим термином кстати термин наверное имеет право на существование но мы я не об этом я верю в то что когда они вышли играть вот этот матч-реванш то в принципе существовала угроза их жизни даже если они бы ее сами себе придумали понимаете если никто бы им не угрожал вот я верю в то что это требовало мужества вот в этот факт я верю вот это я называю матчем о котором мы сняли фильм какие именно обстоятельства этому свидетельствовали ну конечно какое же расследование тут покажет но мы думаем это думаю что входит в право художественного вымысла в принципе что это если немцы хотели бы добиться своего результата то это была бы все-таки спецоперация потому что это такая довольно сильная была цивилизация и очень агрессивная и очень непростая если они за что-то брались они имели развернутый план каждого своего действия вот поэтому мы таким образом это все сделали если у нас есть вопросы к сценаристам и к продюсерам то коментарий пожалуйста Тарас Черновой первое знаете я не хочу обсуждать сам фильм художник как и то что я прихильник там Джарму Шафеллини тому это немного не мой стиль фильма я честно говорю я весь фильм не смотрю уже так вот я говорю наша аудитория первые украинцы которые этот фильм увидели мы задали очень простой вопрос вот после просмотра до начала программы буквально вам фильм понравился? вот просто да без никаких сейчас посмотрим рожденные в Украине 88% понравился фильм частные частные предприниматели сейчас это появится на экране 92% понравился так что у меня вопрос мало было трагедии страху и того что произошло в Киеве в Украине в годы Другое святой войны нам мало страшного бабиного яру где закатывали немцы практически все населенное еврейское колоссальная масса людей которые живут в Киеве которые были самыми гражданами этого места хорошо Тарас вы мне тогда нет еще раз покажем зрителям которые нас смотрят по ту сторону экрана которые не видели этот фильм раз вы уже вы мне ломаете весь сценарный план но это как бы обычная обычная история а вот если я озвучу вы все равно его сломаете тогда мы поссоримся а так мы не ссоримся так значит я хочу показать что прекрасный фильм иллюстрировать и все чудесно подождите я хочу показать людям которые вообще не знают о чем мы говорим вот вы сказали евреи вот сказали вы сказали евреи бабе Яр я хочу показать как это было показано в фильме больше ничего это с вашей точки пропаганда с вашей точки зрения осенью 41 года фашисты издают нацисты издают указ все жиды города Киева я почему не фашисты а нацисты в самом фильме немцы очень не любят когда их называют фашистами потому что глупый Муссолини это фашист а мы национал-социалисты значит все жиды города Киева и окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 41 года к 8 утра на угол Мельниковой и Доктеревской кто из жидов не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте будет расстрелян вот как это в фильме ну что жидва вот сейчас Тарас Черновил люди по крайней мере имеют представление о чем вы говорите мы все очень хорошо знаем нашу историю знаем какие трагедии и страхи и происходят в том же самом Бабином Яру после того как был уничтожен геноцид был проведен еврейского народа уничтожили цвет теж украинской интеллигенции там само и саме тих людей которые представлены в фильме та же самая управа яка в фильме там розшаркаючись витает гитлеристов насправді тихо гралися в певні интриги чтобы випередить и чтобы десь становить певні основи украинской влады не можно не згадать что именно те люди которые из команды Динамо потом попали в команду старт а Динамо была командой которая числася за НКВД и которая числася службовцами НКВД что этих людей вытягивали своего часа из концтабора представители той же самой ОУН Мельникевской а потом они же самі были там расстреляны и теперь что до сутки матчу смерти можно закинчить с этим одною фразой мало этих трагедий чтобы их нивелювать потому что матч смерти 11 матчей 57 по моему против 11 перевага голів все без винятку выиграны нашими командами против військовых німецких матч реванш это стандартная фраза яка можете згадывать будь-коли это матч у ответ ни одного політичного підтекста не было відомые детали того матча судебство и тому подобное после того давайте згадаем який это был период когда начали знищивши евреям знищивши більшовицькие підпилля почали знищувати вже в Києві українські організаційні структури ті люди які витягували свого часу тих частин самих гравців які були від команди Динамо витягували з концтабору в той момент самі попали в концтабор згадаймо тоді Телігу Олену Ольжича інших яких тоді розстрілювали в тому самому бабуномоярі всі ті кого вони свого часу підтримали теж автоматично попали у списки підозрюваних і на основі сфальсифікованих перекручених речей робиться спеціальна гарна картина яка робиться в тому же самому ми з майбутнього яка робиться в інших показується які страшні українці які вони колаборанти і які хороші мовляв там якісь улюдяніші трошки німці а взагалі які хороші там радянські інші знаєте треба десь мати трошки совість а особливо коли це робиться в Росії нав'язуючи таким спеціальним нагоном саме ця тематика в той час коли Росія виявилася власницею найбільшої в світі колаборантської армії близько мільйона людей які з трикольором або з георгівськими стрічками це стрічки власовської армії вийшли під зброю воювати в фашистській формі за фашизм чомусь в Росії ніхто не хоче цю тему підняти подождите я хочу подождите подождите щас будет вас успокойте пожалуйста надо людям дать ответить понимаете в чём дело вот всё что сказал сейчас господин Черновил пан Черновил это ну правда это соответствует действительности только вопрос в том как вы к этому относитесь у меня нет с этим проблем для меня власовцы и их миллионная только 700 тысячная власовская армия это предатели и вы меня ничем не испугаете сказав что они были понимаете это предатели у меня к ним такое отношение я себя нормально чувствую снимайте фильм что хотите делайте так сказать у меня оценка по отношению к ним не изменится теперь теперь про фильм в два слова поскольку 13 человек один предатель вот хочу хочу так сказать здесь поспорить понимаете в чём дело вот прекрасно сыгранная роль Станиславом Бакланом которого к сожалению он не смог прийти актёр украинский замечательный который сыграл бургомистра в фильме вот у него и был прототип бургомистра Багази мы изменили одну букву да он действительно был от Мельникиевского УН был призначенный бургомистром и он был расстрелян немцами действительно за саботаж ну есть подозрение что он таки скрывал и спасал евреев да и мы показали что это почему вы про это не рассказываете про то что человек принимает в фильме решение будучи националистом которое позволяет Динамом самодержать победу почему вы об этом не говорите секундочку я хочу просто историческая справка раз уж мы об этом заговорили значит вот как было в истории да гитлеровцы вошли в Киев 19 сентября 1941 года население по свидетельству немецких офицеров было растеряно никакой торжественной встречи не было все произошло неожиданно все подождите все произошло неожиданно и буднично 21 сентября немецкие власти назначили гражданского бургомистра города им стал Александр Оглоблин профессор истории Киевского университета вот тогда с некоторым запозданием и могла произойти могла произойти могла я говорю торжественная церемония встречи перемерно в эти дни заработал немецкий агитпроп или гитлеровский агитпроп надо сказать что Александр Оглоблин не мог приветствовать немцев от имени организации украинских националистов так как не имел никакого отношения к этой организации никакого провида ОУН в Киеве момент занятия гитлеровцам не было ОУНовцы пришли в город вслед за немецкими войсками отдельные члены организации вместе с ними отдельные 25 октября 41 года Александр Оглоблин ушел в отставку и вернулся к преподавательской деятельности в 43 году он бежал из Киева и умер в эмиграции не дожив 7 лет до 100-летнего юбилея на персонажа из фильма больше похож как правильно вы сказали Владимир Багази или Багази 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 да сначала заместитель Оглоблина он был заместитель а после его отставки глава городской управы после вступления немецких войск Багази заявил о том что он является руководителем подпольной организации ОУН в Киеве но даже члены ОУН ему не поверили став главой города Багази наладил отношения с ОУН но это не понравилось немецким властям в то время и в феврале 1942 года он был смещен со своего поста и позже расстрелян Бабьем Яру пожалуйста это про справка Шановное товариство я сьогодні зранку теж подавился фільм в мене были подозри что это антиукраинская військовая пропаганда имперская но это уже просто переходило в все рамки в этом фільме все персонажи которые можно идентифицировать как украинцы которые говорят украинской мовы это персонажи которые показаны не просто как зрадники нацистские колаборанти и дебили они показаны как какие-то физиологические дегенераты это как орки володаря келец это какие-то виродки и это не просто ображает или вимагает этот фильм цензуровать это даже не вопрос цензуры это вопрос чести когда вас плюют когда вам говорят вы тот кто говорит украинской мовы это до равной нацистский колаборант это до равной идиот это зрадник это боегуз это мне например как украинца это не понравится и мне не понравится когда таким чином нам навязывают в Украине не перебивайте не перебивайте будь ласка шановные пановы не перебивайте будь ласка вы вас не перебивали так вот значит помовчить будь ласка помовчить без агрессии потому что это неподобство украинцы з жовто-блокитными символами наиболее антисемит и погромники украинцы зрадники украинцы всех боятся ваша політика кремлевская показывайте так украинцы в российских фильмах что не проститутка и звуть Оксана в российских фильмах показывается Будь что украинское, это показывается как идиотизм Будь какой негативный герой, або Богдан, або Тарас Вы понимаете, что, и больше того, я буду смущен это сказать Те украинцы, или граждане Украины, которые брали участь в съемках этого фильма Это коллаборанты, и они сыграли, на жаль, Астат, сыграл там сам себя в этом фильме Вот такой ты и есть, за деньги продался кремлевский пропаганда И сыграл украинца идиота Ганьба, ганьба, можно почитать поступки Да, пожалуйста, я Астапа приглашу в микрофон Да, 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 я до сих хожу с ручницей Кто самый главный мерзавец и самый плохой? Украинцы там показаны, какие больше пуганые Нет, подождите, это же художественное произведение, вы его смотрели Там есть самый плохой человек Там украинцы все пуганые, все украинцы все пуганые Немцы даже лучше, чем украинцы Немцы показаны не разумными, цивилизованными Александр Кобзарь, он не говорит по-украински Это самый большой мерзавец, который продает и предает всех Александр Кобзарь, можно посчитать персонажей? Да, посчитаю Но я их всех знаю, как облупленных Пожалуйста, пожалуйста Значит, давайте не самого главного Прямо вот как они там в куче Дворник говорит по-украински, его переводить приходится Он спасает еврейку И явно эту женщину, которая занимается не своим делом Этот футболист Седых Седых, самый ярый антифакт Не собирается вообще ни с кем воевать Ну, правда, ему не понравится, что он советский спортсмен Ну, к сожалению, так случилось Помолчите, помолчите Это положительный персонаж, говорящий Сняли 100 украинцев-дебилев, сняли одного-нибо нормального Советского, який скажет, я советский спортсмен Если вы не умеете считать, как я умею считать Вот целый гитимний, что он сказал, что он советский спортсмен И все, что он хороший Это специально в фильме было сказано Ну, вы знаете, он не хочет воевать с немцами Он вообще-то там Дайте человеку сказать, украинец может быть хороший Так что он скажет, что я советский спортсмен Ну, в логике фильма, в логике фильма, как бы она вам нравилась И наша хорошая Теперь, дальше Дальше Давайте возьмем все-таки нашего этого бургомистра замечательного Ведь получился человек, который, да У него есть политические убеждения, кстати И определенная мораль, которую он демонстрирует Нам, может, не всем нравится Но он человек моральный И он своим правилам следует Он не предатель, вообще-то И когда дело доходит до главного Когда ему нужно решать Так, за кого он вообще-то Он совершает свой выбор Это человек, говорящий по-украински Ну, прекрасно говорящий и по-русски Это культурный человек Теперь давайте возьмем Культурный человек, который шантажует женщину Коханную людину Змучает ее отруживаться Ну, почему он ее шантажирует? Наверное, первая сцена Когда он чепляется до этой девушки Его отшивают Дорогой мой И он вышиванцы То есть, 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 то есть Ну, это я не знаю, может у вас в России так Да что вы? Да Да что вы? Ну, добрый, пропагуйте, пропагуйте браки по расчету Пропагуйте, только все в России Ну, прокажите мне образец Людвига какой-нибудь Пропагуйте, вы приехали в Людвиг и начинаете нам навязывать У нас в фильме есть оборудование, а у вас какой? Все, хватит Ну, потому что вы пошли совсем не туда Брак по расчету, брак по расчету, как бы на этом Сладану было про брак, на этом мир стоит К сожалению, к счастью К счастью А оказалось, что он А оказалось, что нет Он ей предложил брак по расчету, она согласилась, но оказалось, что он ее любит Или нет Причем вы тут, Сэм, вы сводите до каких-то сдребных Вадим Рабинович Какие? Ну, так вы посчитаете персонажей, которые говорят на украинском языке Можно я тоже что-то скажу? Табличку составьте, отрицательные и положительные Извините, баланс будет все-таки в другую сторону, чем вы сказать Ну, так не надо врать Вы, сука, это вы же дурилы в заходи Что вы сказали? Я сказал, что я сказал Я сказал, что вздурилы Я сказал, вздурилы Что встань, ты встань Я встану сейчас Ты встань, ты мне тут зараз будешь расповедать Я тут на своей земле Я сказал, что вы что, вздурилы Вот что я сказал И не треба на меня тут кричать Потому что зараз мы поговорим, хотя на своей земле Расповедает тут мне С Москвы приехал тут, пропагандист Ебель Савик, уже можно, да? Я приехал из Москвы Дорогой товарищ Товарищ из Москвы, можно мне, да? Спасибо большое Дорогие друзья Ничего-ничего, дорогие друзья Я, я, правда, Андрей Это не, это очень неправильное поведение Да, ваш отец тоже занимался кино Да, очень многим его фильмы не нравились Вы это прекрасно знаете Да Но его никогда никто не обвинял Так как вы обвиняете людей Вам рассказать про фильм Молитва заглядь по намазепу Який заборонили до показа в России Дорогие друзья Уважаемые господа Ваш отец сделал этот фильм Товарищ Ильян Шановный пан Дайте мне сказать два слова Дорогие друзья Я хочу в другую сторону немножко повернуть дискуссию вашу Во-первых, я, первое, хочу сказать спасибо ребятам за снятый фильм Великолепный фильм Я, второе, что хочу вам сказать Я, еще больше я счастлив, да? Тому, как воспринимают фильм сегодня вот люди, сидящие здесь Вот вам спасибо действительно за то голосование, которое я видел Это показывает, какой фильм снят Это два Третье Мне страшно обидно, что мы с вами обсуждаем, что там в Москве сняли А не мы сняли этот фильм третий Не мы сняли этот фильм Тарас Бульба Не мы это все делаем А то, как говорим, вот они не так сняли Поэтому, дорогой мой человек Надо сначала самим начать снимать Мне тоже не нравится фильм о вашем отце Но я же не говорю ничего плохого И последнее, да? Смотрите, в каждой нации, в каждом народе есть хорошие люди, плохие Не бывает черно-белого Во время войны вообще нет черного-белого И были случаи, которые показаны И были другие И мы знаем, что происходило Но, есть какая-то правда Вам неудобно ее слушать Давайте я вам повторю Из 1500 палачей Баби Авьяра 150 были немцы А остальные из Буковинского курения Одну минуточку Да подождите, у вас все брехня Дорогой человек, у вас вообще ничего этого не было Это брехня Это доводят даже еврейские историки Ну, еврейские историки говорят, что это брехня Пан Рабиноч, ну не скажите такого Это не отвечает действенности Это отдельно Всем не интересно Вы ко мне зайдите Мы с вами посидим с документами Хорошо? Я наше слайс на еврейских историков Я не могу сказать Об этом фильме Замечательный фильм Я не думаю Я немножко не согласен с тем Что нам не нужны легенды и мифы Надо чем-то жить Не может человек жить только колбасой Нам во что-то надо верить Нам надо как-то жить тем Что был великолепно Я считаю 9 мая мы сегодня с вами говорили Это день победы всего народа Это то, что сплачивает людей И когда мы топчем Когда мы пытаемся сказать Что и в это время что-то не так Пусть что-то передернуто Матч не в тот день состоялся Или кто-то не так Замечательная вещь Увековечивающая память Спасибо вам большое Пожалуйста Знаете что? Вот у меня было два дедуся Один разговаривал украинскую мову Выключно И он дешел до Берлина А другой Выключно российскую И он дешел до Будапешта И я в такой родине вырис И украинскую мову я вивчал В радянской украинской школе 30 роков тому Еще не забыл Бачите? И Мабуть я Маю разговаривать Выключно украинский Потому что я поганый Мене тут так представляют Чтобы уже было Ну разумело Мабуть у меня еще Москальский акцент Понимаете в чем дело? Да Ну я же говорю У меня есть проблемы Я 30 лет уже не разговаривал В 82 году я закончил Учить украинский язык Поэтому Понимаете в чем дело? Это не имеет никакого значения Для нас очень важным было то Что настоящий человек Может совершить подвиг И пожертвовать собой Ради такой ценности Как родина Например Абстрактный Не ради миски с едой Это даже собака Миску с едой защищает И может погибнуть Или ради своих детей Понимаете? Это и животные Своих детей защищают А вот ради ценностей Которые не имеют Вещественного Материального Носителя Но при этом Великих ценностей Ради которых мы способны Пожертвовать своей жизнью Это признак Настоящего человека И вот об этом Мы прежде всего Снимали картину А не о языках Илья пожалуйста И 11 человек Этой команды Господа Это жители города Киева И украинцы Ну Не украинцы Это наши украинцы Мені видається Что цей фільм Знятий Не про футбол И не про любов И навіть не про войну Это частина Такой пропагандивной Компанії Русского мира Где ці речи Є лише фонови А главное Это когда показывают Украинская вишеванка Это обязательно Колаборанти Когда показывают Мова Когда показывают Бликутно-жовтий прапор Наш прапор Это обязательно Прислужники фашистов Вы знаете Я не хочу говорить Про якість фільму Есть очень качественный фільм Которые Съемками Багатомиллионными Захована пропаганда Проти кожного З нас З вами Проти Нашої держави Зараз Потім Вони хочут Що в чили историю Тому Вони снимают Август 8 Тому Вони снимают Цей пропаганду Політика І цей фільм Це одна лінія І ТСМ І оцей депутат Який тяну руку Це вся одна лінія Лоббі Кремля в Росії Яка намагається Нашу історію знищити І нам не вияти Одну імперську історію Вы ощущаете себя Лоббі Кремля в Росії? Можна я пару слов скажу В истории Этих денег Значить Мне печень вывел Фонд кино Который участвовал В создании Часть денег там Просто деньги студии Я не знаю Я вообще-то деньги студии Не буду тратить На пропаганду какую-то Мне это совершенно не интересно Но часть денег Да, действительно Там государственные Российские деньги Значит, что нам сказало Руководство фонда кино? А что вы вообще снимаете? Во-первых Вот это вот все Про войну Все это уже надоело давно Давайте лучше Что-нибудь современное Вот там как Мальчики с девочками Понимаете Про подростковый секс Что-нибудь такое Ну более нужное Для нашей жизни Чего вы государственные деньги Разбазали? Вот у нас был такой разговор Не один Понимаете? Поэтому Если вы Поэтому если вы говорите О Кремле Ну Кремле я могу сказать Что я Кремль Вот я лично я Это Кремль Да, я башня Кремля Ты обичубается Понимаете? Не знаю Вся концепция Подождите Ну дайте говорить человек К сожалению великому Ни о какой подобной Постановке вопроса Речь не идет Понимаете? Значит Вся государственная поддержка Кинематографа в России 100 миллионов долларов Составила Да, что-то около того Всего-то, навсего На огромное количество Постановок Какой пропаганде Вы говорите? А в Украине 13,5 миллионов долларов Только Разница большая Поймите Я действительно Мне интересует Ваша точка зрения Вот когда вы говорите Нацистская пропаганда Вот что вы имеете ввиду? Что мы просто Показали немцев Или что они красивые Или что? Я хочу подняться Я вам скажу Что нацизм Это распаливанный Межнациональный Вражеский Что значит нацизм? Я скажу Нацизм Своей суть Нацизм Это когда одна нация Есть выше Краще раса Одна есть гирже Они так считали Так Так нельзя вообще Что ли нацистов Показывать? Нет Я говорю Что ваш задум Нацистский Ваш задум Нацистский А я Показываю Чукраинцев Как уйдерменш Как показывали Нацисты Я думаю Над этим мы подумаем Во время рекламы Первый национальный Телеканал Эра Продолжаем Еще раз поздравляем Всех с Днем Победы У нас Вадим Колесниченко Пожалуйста Зрители Уважаемые зрители Всей Украины Я хочу поздравить людей С замечательным праздником Которое По моему убеждению Сегодня Самый главный праздник Украины Который нас всех Может объединить Умных Разумных людей Которые Чтут ту память Которую Дали нам наши деды И Георгий Скаленточка Не случайно Это наша акция Я помню Я горжусь Я думаю Все жители Украины Без исключения За малым исключением Четко помнят И знают Что все Каждая семья Прошла через Великую Отечественную войну Поэтому оценивать этот фильм Я не кинокритик Я зритель Могу сказать только одно Вот то что мы здесь видели Рассказы про какую-то Национальную рознь Это проблемы Знаете Это проблемы Комплекса вины И комплекса неполноценности Я когда этот фильм посмотрел Меня Вы знаете Мне пришлось второй раз смотреть Потому что я смотрел На одном дыхании Я просто увидел Вот проблему Бабьего Яра Здесь не затронули Я впервые Так Знаете Так обнаженно Увидел Вот так Как просто Безысходно шли люди Как они пытались Спасти своего ребенка И при этом Украинский полицейский Девочку спрятал Это не видно Этого не понимают совсем И когда пытаются Занозу вытащить из-под ногти И объяснить Что виновата дерево Потому что я себе Занозу загнал Это проблема Еще раз говорю Комплекса вины И неполноценности На самом деле Фильм Он не претендует на Оскар И он не претендует На историческую точность С буквы А до Я С какой стороны Солнце всходило Потому что Это кинематограф Он написан В хорошем Таком бланкетном Плакатном стиле Он безусловно Вызывает Чувство патриотизма И гордость Из-за тех людей Которые были в Киеве Потому что Спортсмен Который играет Мы же не знаем О чем он думает Мы знаем Что могли В любую секунду На улице расстрелять Без суда и следствия Ты выигрываешь У команды противника Ты в любую секунду Знаешь Что тебя могут Поломать ноги Тебя могут Тебя могут Застрелить Просто потому Что ты выиграл И человек Выходит на матч И играет И при этом Вот если С точки зрения Патриотизма Так здесь же Показали украинцев Разных Я могу сказать Как в Севастополе Относятся по-разному К нашей истории Но она была Были трагические страницы И были героические Но они были Мы их не можем Вычеркнуть И мы сегодня Понимаем Это наша история Мы ее чтим Мы ее защищаем И мы ее передаем Нашим детям Этот фильм Я не могу сказать Что он будет Учебным пособием Но однако В нем Стандартно И нормально Показано Как люди Любили Умирали Боролись Спасали И самое главное Они жили На оккупированной территории Они сохраняли свое лицо Они сохраняли свое имя И роль губернатора И Безруков Прекрасно сыграл И Богдан Ну я рад что я его увидел Знаете Наши артисты Сыграли Он еще не Богдан Ой извините Извините А Став Став Богдан Они прекрасно сыграли Это был Очень интересный тандем Они все Сплотились вокруг Безруков И получалось Прекрасная актерская игра Я здесь вообще не вижу Никакой пропаганды Какого-то национализма Показали все черты Которые были присущи Времен Великой Отечественной войны У меня нет претензий К актерам Но я Знаете Вы После просмотра фильма Мы нашей аудитории Задали еще один Очень простой вопрос Считаете ли вы Фильм матч Который только что увидели Антиукраинским Вот кстати Посмотрите на результаты Считаете ли вы матч Антиукраинским 96% Рожденных в Украине Считают что он Не антиукраинский А что касается Частных предпринимателей Там результаты Немножко другие Потому что люди С другим опытом Другими знаниями И так далее Там В принципе Две трети Нет Не антиукраинский Одна треть Говорит что Он есть Антиукраинский Остап Можно вас Поехали Я честно сказать Сейчас не буду Оценивать Содержание Идеологию Фильма Но с точки зрения Актерской игры Мне Остап Понравился больше всех Потому что он Сыграл просто блестяще Но я хочу показать Остап Одну сцену Где как раз Вы И Сергей Безруков Вот что мне Все таки При советах нравилось Так это то что На первое мая Выходной был Ох Спишь себе Храпишь А под окнами Дураки ходят Поют Кричат Ура Товарищи Ну я тоже конечно ура Ну а потом На другой бот Перевернулся И дальше себе Свыщешь носом О Что немцев разлюбил В первом мае Работать заставляю Да не Я не разлюбил пока Первое мае Без жидов За такой праздник Можно и поработать Ну в принципе Это два украинца Разно Трудно было играть Как он мог Боже мой Как он мог Тобто я Отже Шановна громада Роль Протилежна Моим Звичайно Внутришнім Всім Оподобанням Моим Чинкам Моему Способу Життя И тим Вона для актора Є Цікавіша И цінніша Щоб Зіграти Ту людину Якою ти Не є Насправді В цьому Заключається Акторська Професія В інституті Це називалося Дати студенту Роль на супротив Не зіграть Самого себе Як Андрій Мав честь Сказати про мене Що я зіграв Самого себе Ні Я самого себе Не зіграв Я зіграв іншу людину Іншого персонажа І не треба Ототожнювати Бо ототожнювання Актора З персонажем Це величезна помилка Мій персонаж Живе вже Своїм окремим життям Я повернувся В своє життя Акторське І в мене вже є Свої плани Я не ходжу Далі з рушницею Правда? Я зіграв персонажа Дуже цікавого Насправді Шкода Що в кіношній версії В прокатній версії Не всі сцени Війшли Але коли Буде Версія Телевізійна Чотирьохсерійна Там буде Зрозуміло Більше І більш глибоко Тому що людина Персонаж Іван Сверидович Мій персонаж Він загубився В цьому житті Він загубився І він рятує Своє життя Звичайно Він рятує А якби ми Всі з вами Поступили В Києві Коли приходить Фашистська влада А? Ми б пішли На амбразуру Зразу Всі До одного Чи ми б почали Шукати шляхи Порятунку Свого життя І своїх дітей А коли Родичі ваші Були розстріляні І поховані В Биківні То кого Зустрічав би Іван Сверидович Радянську владу Чи німців І пішов би До них служити Але це вже інше питання Ми говоримо Про акторське мистецтво І закидати мені Що ти продався По-перше Ми ще не переходили На ти Андрію Ніхто нікого Нічиїх дітей Не хрестив Тому ти продався Це знаєш Якби я продався Як каже Менахем Тев'я в п'єсі Горіна Тих каретах Тому давайте Не кидатися Такими звинуваченнями Бо ми говоримо Про кіно Про акторські роботи І давайте Не влізати в політику Бо у нас все Закінчується Якимись Політичними лозунгами Ігнатуша Сумний сидить Бачите Він теж проти Ну що робити Ну Александр нам скажуть Почому він проти Я Остапчик Внутрі Може сумний Сиджу Зовні Але внутрішньо Я щасливий Що я не зігорав цю роль Слава Богу А я щасливий Далі Можна говорити Я Знаєте Був запрошений На Проби На цю картину І я додумався Якось мені так чось Йокнуло Попросити весь сценарій Мені прислали сценарій По електронній пошті Я прочитав І І І після цього Хотів зустрітися З творцями фільму Щоб задати їм Ну хоча б Три питання Дуже коротких Я їх зараз задам Тому що маю зараз Можливість таку Перше Чи Той персонаж Якого зіграв Остап Якого тоді пропонували мені Був написаний В сценарії І його ім'я було Тарас Григорович Чи це випадково Це перше питання Друге Чи Сергію Маковецькому Чи комусь З інших акторів Українців Які працюють зараз В Росії Пропонували цю роль І якщо вони відмовились То чому Ну чому Ви не знаєте Їх треба питати І третє Я прочитав В інтернеті Відпродюсерів фільму Що Фільм Створений як Подарунок До Чемпіонату Європи 2012 року Який буде проходити В Україні Польщі Значить Да Маковецькому Отправлялся Тоже сценарій Но Сергій Сказал Що у нього Одна єдинственна причина Загруженность Його графіка Єдинственный чоловік С кем ми Вели переговори О том Що он сыграет Эту роль Це Остап Ступко Он здесь І ми счастливі Що именно він Сыграл Эту картину Эту роль В цій картині І це прекрасно Тому що це Більша удача Актерська І більшо Актерське мастерство Сыграти Таку роль Между прочим Роль дуже сложна Тому що Я не знаю Я не знаю Який сценарій Ви читали Кто вам його Отправлял Версій сценарія Було дуже багато Результат Роботи на екрані Давайте обсуждать його А не то Що вы читали І хто там вам Що-то отправив Тарас Григорьевич там був? Можливо в какой-то версії був Я не знаю Теперь Кого сыграл С моей точки зрения Остап Роль невероятно важна Мы плакали Когда сокращали Ну эту роль В киноверсії Которая выйдет В кинотеатрах В телеверсії Эта роль будет в полноте Он блестяще сыграл Обывателя И не украинского И не русского А некоторого Интернационального Обывателя Городского Он сыграл Большинство из нас На самом деле Он кстати погибает В картине Его немцы Забирают И расстреливают Бабьям Яру Героя Остапа Он совсем неоднозначный И что касается Евро 2012 Вот если сборная Украины Считает себя Наследниками Тех людей Которые играли Там на том поле И не отдали Фашистам победу То тогда Это для них фильм Пускай сами решают И сами определяются Понимаете Потому что вот интересно Я Я не гражданин Украины Но мне Я очень люблю Украину Я хочу задать вопрос Всем Живущим в Украине Тогда возьмите И снесите Памятники Которые стоят На стадионе Динамо И на стадионе Старт Этим футболистам Если у некоторых Здесь у отдельных Поворачивается язык Сказать что это не герои Пойдите И снесите памятники Тогда наверное Ваше сердце успокоится Я закончу Я 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 Всегда гордился Тем что вырос На Подоле Это Историческое место Ну в общем такое Важное Я родился 12 лет После того как этот матч Состоялся И Для нас Киевлян Подолян Пацанов Которые играли в футбол Это была гордость Это был Тот миф Прекрасный миф Который вы Развеяли сегодня Мне очень жаль Вы это чувствуете Но Но абсолютно прав был Господин Рабинович Когда сказал Снимайте фильмы сами Мой друг Василий Трубай Написал статью Выступающую против Создателей Фильма Которая называется Кинан и Будда А я это назвал бы Если вы не забиваете Вам забивает Так что Неправы мы И неправы государства Которое во первых Пропустило Дало возможность На мой взгляд Снимать антиукраинский фильм Как я его считаю На территории Украины Я не знаю Есть какие-то организации Но если В Нью-Йорке Ты выходишь с камерой Похожей на профессиональную Полицейский подходит И интересуется Правом Сюжетом И так далее Не знаю Интересовался ли Украинское государство Сценарием Не говорите Это Каким сюжетом Интересуется полицейский Он интересует разрешением Все Что касается Участия Украины Я считаю Что Украина Участвовала Потому что У нас очень много актеров Без них Невозможно Представить себе Эту постановку Причем Они играют Не только Украинцев Но и всех остальных Значит Это замечательный Актерский состав И без него Этой картины Просто бы не было Вообще Оператор Это оператор Сергей Михальчук Оператор постановщик Да Оператор постановщик То есть Вы видите Все его глазами Это Я вам честно скажу Гениальный оператор Он молодой Но у него уже Очень много И это у гражданин Украины Значит Техническая группа Работавшая Ну как Свейцарские часы Теперь И это все есть Украина Значит Но все переговоры Которые мы проводили А мы проводили Здесь со всеми Возможными Субъектами Интересами Ну то есть С теми У кого В принципе Есть такие деньги У кого Может быть Ну хотя бы Гипотетическое желание Вложиться В подобного рода Тему Пожалуйста Мы были открыты К совместному Производству И тогда Продюсеры Которые с этой стороны Есть И те деньги Которые с этой стороны Пожалуйста Работайте со сценарием Делайте все что угодно И с государством Украинским Мы вели Развернутые переговоры Значит Никто Ничего Ничего не захотел Делать Это было Абсолютное Равнодушие И абсолютно Безразличие К этой теме В этой теме Государственная комиссия Какая-то Дала вам разрешение Или такого не требуется Для того чтобы Я не знаю Не требуется Понятно Значит Это мой вопрос Государства Украины И его чиновников Вы же вроде В демократическом государстве Живите Чего вы такое говорите Какую-то ересь Извините Разрешение есть На использование Конкретных объектов Их выдают Муниципалитеты Астап Но вы То что вы говорите Это называется Цензура Вы не ощутили Когда вы прочитали Сценарий Вы не ощутили Что это Антиукраинский Я концентровался Выключно На образе Який Выписанный Те что Мені пропонували Розумієте Я Я не цікавлюся Політикою И идеологию Ни в яком разе Мене цікавить Мене цікавить Творчість И что я можу Зробити В творчості В цей державе Тому что Мені здається Что в нашей державе И не только Дещо Змещені акценти Ми весь час Что-то Змещуємо Як каже Мой батько Одне плескати Язиком А інше Перти плуга Тому давайте Не будем Плескати Язиком А розберемо Своїми Своими нареканнями Цкуваннями И розбирательством Підходить Мабуть Ця цитата В повному розмірі Але просто Хотілося мені Процитувати Я ж нічого поганого Не робив Причому Я до геноциду Я всього-навсього Зробив Черговий крок В медичній науці І позбавив Довго Остраждання Бідних людей Це На одному З судових процесів Одного з лікарів Які ставили Експерименти На цейських Констаборах Це так Знаєте Я ще скажу Це не до вас Стосується Поміг у розмірі Ви просто заробляли Гроші і все А тепер Просто Зрозуміти моє Дозвольте Я закінчу Це безкоштовно Дозвольте Я закінчу Свою одну фразу Про акторів І тому подібне Ви зробили Свій життєвий вибір Всі чесні люди Будуть тепер Ставитися до вас Відповідно Звикайте до цього Всі чесні люди Все мені Розу тільки закінчити І вони є чудові Чесні люди Їдьте в Росію Там буде вам краще Я не понимаю Артур, треба мені розказувати Що мені робити В цьому житті Добре Їдьте в Росію До того, що вас Будуть сприймати Саме так І не треба зараз Марію Магдаліну Себе корчити Я не віноватая І так далі Ви зробили свій життєвий вибір Я в судовому засіданні Щоб мені тут розповідали Корчити Магдаліну Це по-перше Дозвольте я закінчити Ви по-моєму Всі тут забули СДТ І ви Тараси в тому числі Що моя професія актор Я браво Ви це все забули Браво Браво Ну і все Працюйте актором Не тільки актор Який за такі фільми Дістає народного артиста України Мабуть сумно Я ще скажу Ми з очільно Сумно Я діста за свою творчість Багаторічну Так що заспокойтеся Я вас не звинував Що не просто сумно Дозвольте Зараз все перемішаємо Мистецтво, політику Все досить Набридно У вас такий підход Вообще К іскусству Що Не було б ні кіно Ні театру Нічого Потому що Ніхто не буде Гітлера Ніхто не буде Іграти серійного Убійцю А якщо вдруг Зроблять фільм А от возьмуть І зроблять художений Фільм Чикатило І ви скажете Український серійний Убійця А що других нет Це чоловік Реальна життя Актер играет Цю роль В чому проблема Чуть-чуть реалізму Добавил Савик Извините меня Ради Бога Вот то, що Що сейчас Здесь прозвучало Со сторони Пана Ільенко Сбирайтесь І выїжджайте Цей країн Так я вам сообщу У нас 200 примерно Человек Украинських граждан Работали на картине Примерно 200 Человек Значит я думаю Что Нескольким десяткам Я теперь знаю Кто звонил Все Я седаю на місце Дякую за увагу За розмышлено Я хочу нагадати просто Одну річ Доки Грач підійде До микрофону Одну річ Ми дивилися Багато гарних фільмів історії Ну скажемо По Кіплингу Ми захоплюємося Читаємо Кіплинга Я вас дуже багато Я зараз Послухайте мене Ну Давайте Ще ви забуваєте Цвяхи Я щас скажу То, че ви заслужуєте ОПГ Определенная Политична група Сидящая здесь Я все скажу Только не оскорбляйте Потому что болью пронизана душа и сердце Меня и отец и дед Прошли всю Великий отечество войну Кстати, отец прошел от Москвы Форсировал Днепр Освобождал свою Винницкую родную деревню А закончил ловлей Васовцем Висловской операции И только 12 мая узнал 45-го года О том, что закончилась Великая отечественная война Победой Советского народа И солдата Над фашизмом Второе Мы о чем здесь спорим Разве всем сидящим здесь Тех, кто погиб Тех, по которому вы сегодня топчетесь Защищая вас от коричневой чужими Фашизма Не дал сегодня возможность жить Родиться вашим родителям Разве может альтернатива какая-то быть в том Хорош фашизм или плох Третье Великолепный фильм Который сделан на исторической правде Четвертое Я хочу обратиться к историкам Историки у вас, как и у юристов Два юриста, два мнения А у историков два Историка пять будет мнений и выводов Вы не ковыряетесь Меня просто я до этого уважал его просто как личность Стоящую на тех позициях Я имею ввиду глузмана Но он же уже генетический антисоветчик И поэтому он, видите ли, припустил Что может быть То это было не тогда-то и тогда-то И вы пытаетесь Чуть ли не документально Доказывать, что этот фильм Не соответствует исторической правде А что уже установлен ген антисоветизм Я слушал внимательно, когда говорил наш гость Но я о главном хочу сказать Чем нужно и почему радоваться Вот сегодня день великой победы Советского, кстати, народа прежде всего Прежде всего в великой отечественной войне Потом уже вторая и разные другие Так вот нужно радоваться тому Что вот сидящие правнуки Праправнуки, по всей видимости Тех, кто побеждал фашизм Тех, кто погиб от фашизма Сегодня поддержали этот фильм Это великое дело Потому что значит потенциал У нашего народа не такой Как у определенной АПГ Сидящей здесь у меня Еще раз подчеркиваю АПГ это определенная политическая группа И еще одно о чем хочу сказать Сегодня страшное на Украине происходит И на этой передаче произошло Мы увидели, что такое результат Возрождающегося национал-фашизма Мы увидели Увидели в действиях В заявлениях В оценках и так далее Мы увидели в том Что они крайне негативно относятся К такому же славянину, брату и так далее Чьи отцы и дети одну победу ковали Я поэтому хотел бы обратиться ко всем Вот посмотрите Вот есть ступки Богдан Сильвестрович И Остап Богданович Я рад, что как председатель Верховного Совета Крыма В свое время Принял решение И вручал Богдан Сильвестровичу Еще в 2000 году Звание заслуженной Дети искусств автономии Тогда тут Чуть ли в Киеве его не съедали За то, что Как это так? Вам там В русском Крыму и так далее Они интернационалисты Они великие граждане И великие актеры И правильно делают Что играет те роли Которые они уже сыграли Что касается Сейчас, сейчас, сейчас Погоди, погоди Погоди, погоди Что касается Еще одного Я хотел бы всех попросить Всех до единого Сегодня может быть И не тот день Потому что он святой Чтобы такова тема была Но может быть и хорошо Чтобы в этот святой день Через призму Поэтому отношение К этому фильму Которое Крайне позитивно И Кучка Которое пытается Создать негатив Посмотрят телезрители И подумают Все таки А насколько Сегодня Определенные политические силы На Украине Уводят От истории Хотят очернить историю Это Погодите, хватит уже Приедем Прямо Я вас послушаю Сейчас помолчите Такие, как вы Комиссары И такие, как вы Коммунисты Заморили Печас володу А сейчас Ихние правнучки Внимают В Москве кино Где вот Расповедают Нам всю брехню Поедь в мою деревню На Меничину Поедьте в мою Моя рідное село Там где вы Коммунисты Виморали 80% В народу Где люди Своих детей Вморали в супе Через таких Менудей Як вы А сегодня Вы имеете Право Что 4 фамилии И грач Висят И расповедать Цю маячню Выгравлены На обелиске Погибших За освобождение Советской Родины Сталинско-хитлеревский бой Яку вы Коммунисты С нацистами Распечали Спасибо Я ж не могу С теми людьми Кто неадекватен В принципе И безкультурен Я не могу Дискутиться Вы адекватни Коммунисты 10 миллионов людей Голодом Знишили Вы адекватни К создателям Фильма Ко всей группе В годы Великой отец войны Одну из святынь Который Руками Я имею ввиду Продукцию Массандры Минодельской Эвакуировал Анастас Иванович Микоян Каждой бутылочкой Несколько и так далее Кораблей было Эвакуировал А потом обратно Спасая Как национальное Достояние 9 мая 44 года Был освобожден Севастополь Это не просто Символическое Какое-то совпадение Именно через год Пал Рейх Первый После освобождения Год 44-45 Ознаменовал Тем Что было Возрождение Промышленного Потенциала Крыма В том числе Виноградника Вот я хочу В знак Той благодарности Которую вы сделали Этим трудом Фильмом Который Кстати Фильм Я считал Большой Это подарок Для украинских Футболистов И прежде всего Для сборной Играй Как играли Ребята И на Евро И тогда Будешь Будут тебя носить И памятники Может поставят Как этим ребятам Поставили Вполне заслуженно Так вот Я хочу Вам вручить Вот в этот Символический знак Всей команде Как признание Вручить Производство Массандры Урожая 45-го Победного Года Бутылку Вина Спасибо Рекламная Пауза Продолжается Спасибо Спасибо С паспортом Спасибо Это действительно Дорого Спасибо Это всего Лик Понимаешь На всех Не хватит Спасибо 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 Спасибо